Некоторые люди мечтают полететь к другим планетам, чтобы своими глазами увидеть фантастические миры. Но не обязательно совершать межзвездные перелеты, чтобы полюбоваться внеземными пейзажами. Наша Земля любезно подготовила множество уникальных мест, которые как будто взяты с других планет. Давайте посмотрим, где наша планета прячет парящие скалы Пандоры, красные пейзажи Марса и мрачные озера Вармира. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и полетели! Поистине внеземной красоты место находится в Китае, возле города Чжан-Е, в провинции Ганьсун. Скалы высотой до 300 метров разукрашены в разные цвета, как будто здесь гигантской кистью поработал художник-импрессионист. Зовут этого художника природа, и для этой картины ей не понадобились ни кисти, ни палитра. Ведь на самом деле эти скалы состоят из красного песчаника и горных пород мелового периода. Десятки миллионов лет назад в этих местах был огромный водоем, в котором образовалось несметное количество иловых, а также меловых отложений. В результате потепления водоем высох, и на его месте осталось подобие слоеного пирога. Прошли многие миллионы лет, прежде чем этот пирог обнажил все свои скрытые разноцветные слои под действием ветра, воды, а также в результате движения тектонических плит. В ноябре 2011 года эти места были объявлены национальным геопарком, который называется Джаньэ Данься. Площадь этого парка составляет 510 квадратных километров. Это формирование стало довольно популярной достопримечательностью. Здесь построили множество деревянных дорожек и мостиков, чтобы посетителям было удобно исследовать эти удивительные цветные скалы. Нас сложно удивить пейзажем заснеженной равнины, но когда температура воздуха подбирается к 30 градусам тепла, тут уж приходится удивляться, почему этот снег не тает. Хотя погодите-ка, похоже это совсем не снег, а обычная соль. Салар де Уюни – это самый большой солончак в мире. Находится это высохшее озеро на юге пустынной равнины Альтиплана в Боливии, в юго-западной части страны, недалеко от города Уюни. Высота над уровнем моря данной местности составляет примерно 3650 метров. Белоснежная фантастически красивая равнина уходит за горизонт и производит на туристов неизгладимое впечатление. Но в сезон дождей с декабря по февраль этот солончак преображается, чтобы впечатлить зрителей еще больше. Пустыня покрывается тонким слоем воды и превращается в бескрайнее зеркало, в котором отражается небо. Салар де Уюни – это одна из самых популярных достопримечательностей Боливии, которую посещают десятки тысяч путешественников ежегодно. Но люди – не единственные туристы, которым нравится это место. Каждый год в ноябре сюда на размножение прилетают три вида южноамериканских фламинго. Красные пески засушливой пустыни с возвышающимися то тут, то там гигантскими скалами, похожими на руины древних сооружений, удивительным образом напоминают марсианские пейзажи. Это уникальное геологическое образование является одним из национальных символов Соединенных Штатов. Называется это место «Долина монументов». Она является частью плато Колорадо и располагается на границе американских штатов Юта и Аризона. Это фантастическое место находится на территории резервации индейцев племени Наваха, которые владеют эксклюзивным правом на сопровождение экскурсий в долину. Более 250 миллионов лет назад тут плескалось доисторическое море, на дне которого скапливался ил. Примерно 70 миллионов лет назад из-за поднятия тектонической плиты море отступило. Верхний слой равнины, состоящий из мягких осадочных пород, постепенно разрушался под действием дождей и ветра. Остались стоять только одинокие скалы-монументы, которые состоят из более твердого красного песчаника. Долина монументов неоднократно появлялась в разных фильмах и сериалах. Особенно часто ее можно видеть в фильмах про Дикий Запад. На территории той же самой резервации, принадлежащей индейцам Навахам, находится еще одно чудо природы – каньон Антилопы. Располагается это геологическое образование в штате Аризона, недалеко от города Пейдж. На протяжении многих тысячелетий в скалах из красного песчаника вода и ветер вырезали причудливые проходы глубиной в несколько десятков метров и длиной в несколько сотен метров. Стены каньона окрашены в рыжо-красных тонах. Благодаря этому цветовому сочетанию, напоминающему шкуру антилопы, каньон и получил свое название. Этот каньон стал своеобразной меккой для фотографов всего мира. Ведь такие нестандартные формы стен в сочетании с пробивающимся сверху солнечным светом позволяют получить поистине необычные фотографии. Но посещение этого удивительного каньона иногда бывает довольно небезопасным занятием. Ведь любой ливень превращает это место в бурлящую реку, которая полностью затапливает каньон. Так, 12 августа 1997 года сильным потоком воды смыло 12 туристов, 11 из которых погибли. К счастью, сейчас посещение каньона Антилопы возможно только в сопровождении опытного гида. Поэтому такие ужасные случаи больше не происходят. Пустыня Данакель – это очень неприветливое место. Кроме высокой температуры и низкой влажности, что характерно для многих пустынь, Данакель может похвастаться и другими опасными для человека факторами. Такими как извергающиеся вулканы, ядовитые испарения, озера из нефти и даже из серной кислоты. Но одним из самых необычных мест этой пустыни является дремлющий вулкан Далол. Это самый низкий наземный вулкан в мире. Его высота на 48 метров ниже уровня моря. И находится он на северо-востоке Эфиопии, недалеко от границы с Эритреей. Далол известен своими необычными внеземными пейзажами. Некоторые ученые уверены, что эти пейзажи напоминают поверхность Ио, одного из спутников планеты Юпитер. Довольно недалеко от поверхности, на глубине менее 4 километров, находится раскаленная лава, которая нагревает подземные воды и они, поднимаясь через слои соли и минералов, насыщаются этими элементами. Наружу вырываются пар и горячая вода с растворенными в ней минералами, которые застывая образуют причудливый разноцветный ландшафт. На поверхности образуется большое число бассейнов с кислыми рассолами различных оттенков, от темно-синих и зеленых до желтых и оранжевых. Все это придает Далолу удивительный и фантастический вид. Фантастически красивая местность располагается в долине реки Лицзян. Она считается одной из самых живописных рек Китая. Протекает эта водная артерия в Гуанси-Джуанском автономном районе Китая. Эта река имеет несколько названий. Верхнюю половину течения реки называют Лицзян или просто Ли, а нижняя половина реки носит название Гуйцзян. Реку окружает бесконечная череда великолепных видов на небольшие горы конической формы, высотой около 100 метров. Называются эти горы Гуйлин, и вместе с рекой Лицзян они образуют впечатляющие, сказочного вида панорамные ландшафты. Горы Гуйлин – это карстовые образования, которые появились здесь сотни тысяч лет назад. В течение многих веков ветер и вода вырезали такие причудливые формы в известняковых породах, бывших некогда дном моря. В результате появились скалы, похожие на башни, конусы и столбы. Эти фантастические пейзажи сыграли роль далекой планеты в фильме «Звездные войны» эпизод 3 «Месть ситхов». Пустыня – это довольно засушливая территория, и обнаружить там озеро – это большая удача. Но наверняка на какой-нибудь далекой планете есть такая пустыня, где можно увидеть сотни или даже тысячи озер. Но, как оказывается, и на нашей Земле есть подобное невероятное место. Называется оно «Ленцойс мараньенсис», и располагается это чудо природы в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии. Эта пустынная территория имеет статус национального парка и занимает площадь около тысячи квадратных километров. Она покрыта характерными для пустыни большими песчаными дюнами высотой до 40 метров. В сезон дождей с января по май эта пустыня преображается. Небольшие долины среди дюн превращаются в пресноводные лагуны, вода из которых не уходит из-за непроницаемой скалы под песком. Размер этих озер доходит до 100 метров в длину, а глубина достигает 3 метров. Они занимают около 40% площади парка. Несмотря на такое количество воды, растительности здесь крайне мало. Когда в июне возвращается сухой сезон, озера быстро испаряются, и данная местность становится похожей на обычную пустыню. Парк Ленсойс-Мараньенсис сыграл роль планеты Вармир в фильме «Мстители. Война бесконечности». Горы Тянзи имеют очень необычную форму. Они похожи на столбы или небоскребы, созданные природой. Самый высокий столб тянется вверх более чем на 1200 метров. Название Тянзи в переводе значит «сын императора». Горы состоят из кварцевого песчаника и образовались они около 400 миллионов лет назад в результате неравномерного подъема земной коры. А несколько сот миллионов лет эрозии довели эту местность до сегодняшнего вида, создав эти тонкие и высокие колонны. Находится это нереально красивое место в китайской провинции Хунань в Национальном лесном парке Джанзанте, который, в свою очередь, входит в состав природного парка Юанцянте. Парк Джанзанте не зря называется лесным, ведь 98% площади парка покрыта флорой. Здесь растут 720 видов растений. В 1992 году эта местность получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. На одной из гор организована смотровая площадка, к которой ведет самый высокий в мире внешний лифт. Называется он Байлун, что в переводе значит «лифт 100 драконов». Каждая из его трех двухэтажных кабин может поднимать до 50 человек одновременно, на высоту в 330 метров. Горы Джанзи часто называют парящими горами. Именно они вдохновили съемочную команду знаменитого фильма «Аватар» на создание фантастических летающих скал. Хотите добавить к этому списку еще какое-нибудь фантастически красивое место? Ждем ваши предложения в комментариях. А также делитесь этим видео с друзьями. И не забывайте про лайк и подписку на канал. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok